Джинны, араб, духи в арабской мифологии. В доисламскую эпоху джинны у арабов почитались как боги. Согласно вероучению ислама, джинны были созданы из чистого бездымного пламени. Они не воспринимаемы ни одним из пяти основных чувств человека, живут параллельно с людьми, но появились раньше них и также восприимчивы к вере, неверию в Аллаха. Согласно арабской мифологии, существует четыре вида джиннов. Ифрит, Гуль, Сила, Марит, Малик. Самыми могущественными и злыми из них являются ифриты. Джинны, повелевающие огнем, считаются слугами шайтана, которые могут серьезно навредить людям. Гуль, существо из арабских мифов, обычно женского пола, обитающая в пустынях и на кладбищах и питающиеся свежей мертвичиной. Мариды, Маляки, джинны воздуха или воды, рациональные и разумные создания. Номинальные монархии всех джиннов. Сила, слабейшая из джиннов, не способные менять облики крайне уязвимые для древесины. Один удар деревянной палки мгновенно убивает их. В западной культуре джинн прежде всего известен из сборника сказок «Тысяча и одна ночь» как волшебный дух со скрещенными руками, внешне похожий на человека, но заточенный в лампе и исполняющий три любых желания тому, кто потер лампу и пробудил джина. Согласно археологическим находкам, в Северо-Западной Аравии люди поклонялись джиннам как богам. В Древней Пальмире люди поклонялись джиннам, хорошим богам. В частности тот факт, что раньше арабы-язычники поклонялись джиннам как богам, указывает сура из Корана.